Всем привет, девчонки! В сегодняшнем видео, мальчишки, я хотела вам рассказать историю знакомства своих родителей. Я не думала, что это будет столь интересно зрителям. Всё-таки это мой личный канал, а не родительский. Но, наверное, так как часто они мелькают в моих видеороликах, как-то вас заинтересовала эта история. Причём я думала, там, одного пару человек как-то не планировала снимать это видео. И потом, когда уже стали лайкать этот комментарий и писать под этим комментарием комментарии, я решила всё-таки отснять это видео. Ну, может быть, как-то и для истории тоже у меня останется. Я зашла к родителям, они сидели в зале. И так как я сама не знала такую точную историю знакомства... Кстати, начала сейчас в тему, вам скажу, читать книгу, которая называется «Прими силу своего рода» Оксаны Солодовниковой. И вообще эта книга затрагивает такие проблемы, как проблемы в отношениях мужчины и женщины, зависимости, если какие-то у вас определённые есть в семье, что это очень много выходит именно из рода. Те или иные проблемы, которые могут повторяться из поколения в поколение, они предопределены. И есть определённый выход из ситуации с помощью определённых упражнений. Я тоже вам рекомендую эту книгу прочитать. Причём у неё две книги. Это «Прими силу рода своего» и ещё какая-то «Прород» две книги. Вот я одну из них начала читать. Там, кстати, одним из упражнений было полностью составить своё, как геологическое, по-моему, древо называется, где будет расписано про каждого участника вашего рода, про каждого члена семьи, там, включая до неизвестно какого коленя. Но, как правило, эти знания, они утеряны. Мало кто из вас, наверное, задумывается над тем, кто были их прабабушки, прадедушки. Уж мало кто вообще узнаёт эту информацию какую-то, копает. Архивы, как всегда, наверное, уже устарели, погорели, и сейчас не найти даже той информации. То есть максимум, что вы можете, это узнать у своих родителей, кто их были дедушки, прабабушки и прапрабабушки, если они вообще о них знают и спрашивали. И вот на основании этого можно проводить как бы лечение рода. Но это уже я, если честно, так сильно не планировала. Тоже, как правило, у меня часто видеоролики, они носят психологический такой характер и философский характер. Поэтому многие из вас, наверное, уже привыкли, что я всегда начинаю издалека. Ну так вот, я пришла к родителям. До этого я не знала их историю. Пришла к родителям и говорю, мам, как вы познакомились? Я говорю, давай, пап, начнём с тебя. И когда папа начал рассказывать, мама такая, да нет, что ты говоришь, всё было на самом деле не так. Но потом всё-таки в итоге у них состыковалось, потому что это было со стороны отца, как он предпринимал попытки. А рассказ мамы был, как она это видела, то есть как до неё информация доходила. Вот, ну начнём с папы. Мне начал папа рассказывать. У него был друг детства, Пеуш, по-моему, у него такая фамилия. И он был женат на двоюродной сестре моей мамы по отцовской линии. То есть у мамы деда был брат, у этого брата была дочь. И эта дочь была замужем как раз за другом отца. И они вместе работали на севере. И вот этот Пеуш, он сказал, блин, интересно, это имя или нет, ну ладно, его по фамилии буду называть. Он сказал, что есть такая, как бы, хорошая девочка незамужняя. Как мама сказала, на тот ей момент был 21 год. Только не поняла, почему. Потому что у меня всегда в памяти почему-то была информация, что мама вышла замуж 28 лет. Оказывается, в 21 год. Это папе было там 27. У них разница в 6 лет получается. И причём, вы знаете, так интересно. Не знаю, стоит ли эту тему поднимать или нет. А уж тем более на канале. Потому что, ну, есть такие неадекватные просто люди, что уже не знаешь, что освещать, что нет. Это очень часто, если вы так вот просмотрите, причём проанализируете вдумчиво, то есть не просто так вот проживая жизнь, а осознанно проживая и отслеживая, как, ну вот, какие-то события определенные берёте в своей жизни. И как они перекликаются, как они перекликаются с событиями, допустим, у мамы, там, у мамы или у папы в семье. Так вот, разница у мамы и папы в 6 лет. И вот когда мы с Серёгой, у меня очень долгие отношения были с Сергеем. Мы с ним жили 7 лет, и у нас с ним какая-то разница была в возрасте в 6 лет. Причём он очень напоминал моего отца, он был таким же спокойным. Ну, то есть очень много было вот каких-то таких вот ниточек, аналогии, одинаковостей, да, между отношениями, нашими отношениями и между отношениями папы и мамы. Ну, даже вот возраст, разница, там, 6 лет. И вот он продолжал работать на Севере, и спустя полгода он пошёл к маме там, где она жила прежде. Это на Кирово-8, это тот дом, который я вам показывала, он такой вот полуразрушенный. Это вот как раз родовое гнездо по маминой линии. Там жили её мама и папа, то есть мой дед и баба. И я папу спросила, ну как ты вообще, я повестила её как-то, ты же не так просто взял, зашёл, постучал в калитку, отворот таких не было, жестяных звонков тоже не было. Просто обычная калитка из дощечек, ну, чистокол такой. Вот, я говорю, как ты, вот, зашёл, открыл двери и сказал, вот я ваш будущий зять, что ли? Он говорит, нет, я не помню, как это было на самом деле. Я говорю, а как ты пришёл, с чем ты пришёл, с какими словами ты пришёл? То есть он этого не помнил, но точно запомнил, что пришёл без цветов и конфет. Но конфеты он носил потом постоянно. Мама говорит, конфеты он носил постоянно, потому что он сам любил риски, и, собственно говоря, риски он сам себе и таскал. То есть такой, мужчины, они все эгоисты, если вы смотрите как-то с Атью ДАС, либо других ведических таких психологов, то они очень часто говорят о том, что мужчины сами по себе, они колоссально эгоисты, и именно в процессе ухаживания может женщина как-то дать понять, знать вообще, что ей нужно от отношений, что нет, просто ты ко мне там с бутылочкой пивка пришёл, который ты сам пил. Причём у меня была такая история, у моей подружки у одной, она вышла замуж, причём второй раз уже вышла замуж. И я с ней говорила на эту тему, я говорю, ну как он за тобой ухаживал? И у них проблемы, то есть они сейчас на данный момент развелись, и я у неё узнавала, неужели ты не видела, какой он раньше был? Она говорит, всё, я прекрасно видела, но, как правило, у нас часто выходят замуж, там часики тикают, пора рожать детей, все люди вокруг говорят, что я там не замужем, и поэтому мне обязательно нужно там быть. И он приходил, обычно к ней никак, никаким образом не ухаживая, приходил с бутылкой пива, и они стояли около подъезда, вот как-то вот таким вот образом общались. И на этой теме они быстро схлестнулись, стали жить вместе, потом поженились, то есть можно сказать, он особых усилий никаких не прилагал, и вот поэтому у нас огромное количество разводов, статистика у нас колоссальная. Мало того, что огромное количество разводов, так ещё к тому же у нас очень много несчастливых семей, которые по каким-то вынужденным условиям соприкоснулись друг с другом, поженились, и там как по залёту, по, как я уже сказала, время там подошло, либо по расчёту и так далее. А вот действительно счастливых таких пар, на которые стоило бы равняться, такие вот отношения крепкие, долгосрочные, их очень-очень мало, особенно сейчас, в сегодняшнее время. Ну и немножко я в последнее время фаталист, но я не фаталист, а реалист, то есть я не живу в каком-то розовом для себя мире, я реально смотрю на мир осознанными такими глазами, по крайней мере стараюсь смотреть осознанными глазами. И я понимаю, что, ну, видя окружающей действительности, опять же, беря даже свою семью, я знаю, что по-настоящему счастливых вот таких вот смотришь на них, и ты понимаешь, даже вот та пара, которая была на слуху многих, это Дакота, Влад Соколовский, у меня тоже связаны с ними определённые такие некие воспоминания, как вы знаете, они сейчас находятся в разводе, хотя снимали видео, блог, где показывали свою жизнь, и где многие молодые равнялись на то и хотели, чтобы так же было, как и у них, но на самом деле сказка оказалась, жизнь оказалась их сказкой, и вот эти вот постановочные фотографии в Инстаграме, ну, не постановочные, то есть это не игра была некая, по крайней мере, там, с её стороны, как она говорит, да, со стороны Риты, но всё это разрушилось просто в одночасье, и у меня с этой парой тоже связаны определённые, о которых я пока не хочу рассказывать обстоятельства, обстоятельства, то есть их отношения прикрекались на тот момент с моими некими отношениями, и для меня эта пара была какая-то такая некая показательная, и не то чтобы у меня мир рухнул, а я реально понимаю, что за скрытыми красивыми фотографиями в Инстаграме и за чьей-то жизнью, за которой вы наблюдаете, скрывается иногда очень много таких вещей, о которых вам лучше бы не знать, и может скрываться обман, на несоответствие реальности и так далее, хотя вот по ней было видно, и я, знаете, потом ещё просмотрела влог, и ладно уж, если я затронула такую тему, я потом просмотрела влог их от начала до самого конца, и вот эти вот первые звоночки, они прослеживались с его стороны, звоночки какого-то раздражения, то есть это раздражение накапливалось, раздражение накапливалось именно как раз с появлением ребёнка, потому что когда детей не было, это всё было сказочно, волшебно, и они были сами себе предоставлены, с ребёнком начались некие трудности, и тогда у Риты, насколько я знаю, у неё был симфизит, у неё воспалены были суставы, по-моему, вот, и начались такие вот серьёзные действительно трудности, взрослые трудности, и видно, кто-то не мог с этим совладать, хотя, как она говорит, он изменял ей всегда. Ну ладно, оставим эту тему, просто я вам хочу сказать, что... К чему я всё это говорила? Я уже забыла. Ну ладно, история папы закончилась, то есть вот он носил-носил ей конфеты, они встречались, версия мамы. Её бабушка со стороны папы попросила бабу Оня, она, кстати, жила в общежитии, это общежитие я вам показывала, я сняла колоссальные, вот, ну, для меня, если честно, и очень памятные кадры, я поснимала наш посёлок, такие все знаковые места, наши предприятия, которые ещё функционировали 15 лет назад, и которые сейчас полностью там разрушены, какие-то такие памятные места именно конкретно для меня, потому что я ходила, например, в тот же самый кинозал, который у меня был, мы стояли в очередь за сгущёнкой, со сгущённым молоком, ещё в таких вот трёхлитровых банках, если кто моего возраста помнит, продавала сгущёнка в магазинах, развесное мороженое наивкуснейшее. Так вот, рядом вот с этим кинозалом были общежития, и там жила мама отца моей мамы, ну, то есть бабушка, моя прабабушка. И она попросила у внучки, у своей, у моей мамы, дай мне фотку свою. Я говорю, мама, что-то у неё не спросила, для чего? Она говорит, она мне не сказала. Ну, я бы допытала, наверное, хотя бы 21 год, но я бы, наверное, в 21 год я развитее намного была, чем мама. Я бы, наверное, бабушку допытала, для чего ей нужно. Она сказала, просто дай мне эту фотографию, дай мне свою фотографию. Вот. И потом ей пришло через какое-то время, я просто под запись всё писала здесь, чтобы не забыть, пришло письмо с севера, и в котором, то есть письмо от папы с севера, в котором он написал, что он видел её фотографию, что она ему понравилась, что он приезжает с севера такого-то числа, и хотел бы с ней познакомиться. В мае он пришёл, они встретились, тоже день знакомства, мама не помнит. Я говорю, мама, ну как вы можете не помнить это? Тем более, это первый раз у тебя был. Тоже я свои знакомства все помню. Ну, такие знаковые. Вот. Она не помнит. То ли они пошли в кино, то ли они просто разговаривали. Опять же, как он пришёл, так с порога зашёл. Мне вот само вот интересно, вот сама была встреча, вот как они встретились, первый их день знакомства, о чём они разговаривали. Но она не помнит. И потом спустя три месяца, то есть это получается июнь, июль, скорее всего, в августе, они поженились. На тот момент маме был 21 год, а папе было 27 лет. Ну, собственно, на этом история знакомства закончена. Как видите, они простречались недолго. Дальше есть определённые подробности, которые я вам здесь не буду освещать. Вот. Поженились они не потому, что мама залетела, забеременела. Ну, то есть, ну, как по залёту, да, у них брак был не по залёту. То есть она вышла замуж, потом, по-моему, через сколько там, через год она, по-моему, родила первого ребёнка. Ну, всё, наверное, я думаю, на этом стоит заканчивать повествование. Если вам что-то ещё интересно, если я буду готова на какие-либо откровения, что-то я прям так нервничаю, волнуюсь, потому что, если честно, я никак не ожидала вообще, что это будет кому-то нужно, и кто-то заинтересуется этим. Для меня немножко странновато, потому что я ни у кого не видела, ни на одном канале, ни у одного блогера не видела, чтобы, ну, как-то интересовались история знакомства родителей, и кто-то об этом вообще снимал видео. Даже для меня странно то, что я сейчас вам всё это рассказываю. Вот. Ну, если вам что-то ещё будет интересно, то задавайте обязательно и в комментариях, и делайте вообще запросы. Кстати, под этим видео давайте пишите все свои запросы, чтобы вы хотели узнать, о чём, чем бы я могла быть вам полезна, интересно, что бы вам ещё такое рассказать. Хотя у меня все вообще мои, все мои влоги, они рождаются, и влоги, и видео на философские темы, они рождаются спонтанно. Но всё равно пишите. Пишите. Может быть, я вот сяду такому и расскажу. Я с вами пересчаюсь. До новых встреч на моём канале. Желаю вам всего хорошего настроения. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. До новых встреч на моём канале.